Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness, я и его ведущий Кравцев Сергей. Сегодня в этом выпуске мы столкнем паранояльного и нарцисса. В общем-то, в комментариях поступил такой вопрос, что будет, если они будут конкурировать, и кто окажется успешней в той или иной ситуации. В общем, смотрите, все просто. Если мы говорим о том, что паранояльный и нарцисс конкурируют, нужно понять, за что они конкурируют. И от этого будет градация их успеха. То есть, смотрите, если, допустим, паранояльный у нас будет конкурировать с нарциссом в бизнесе, то, скорее всего, нарцисс здесь может потерпеть неудачу. Несмотря на то, что нарцисс очень хорошо умеет манипулировать, паранояльный, в отличие от нарцисса, может долго сосредоточенно работать над тонкими вопросами бизнеса. Для паранояльного характерно то, что он более четко способен проработать структуру самого бизнеса, вникнуть в юридические аспекты и даже напасть на нарцисса, то есть, спровоцировать какие-то судебные тяжбы. В том числе, паранояльный будет идти до конца в этой конкуренции, он может прибегнуть к физической расправе, если это будет уместно в данной ситуации. То есть, он будет использовать все механизмы для достижения своей цели. Нарцисс же, он может прибегнуть к каким-либо, соответственно, манипуляциям, но долгого давления он не может выдерживать. То есть, если мы разберем таких паранояльных все-таки личностей, да, там, допустим, как Ленин, там, какой-нибудь Сталин и так далее, мы знаем, что когда они шли к цели, они не боялись ни того, что их могут заключить под стражу, не боялись ни физической расправы. То есть, они полностью всецело были поглощены достижением своей цели. Нарцисс же, он, как бы, более в этом плане пуглив. Его такая жизненная стратегия, что он, как правило, не идет до конца, он все-таки из-за слабости своей психики способен, ну, как бы, спрятаться, да, уйти от прямого конфликта такого. И вот этот конфликт, он будет, ну, как-то косвенно его продавливать, эту конкуренцию, до тех пор, пока она ему комфортна. То есть, нарциссы, они, как правило, не могут находиться долго в дискомфортной для себя среде. И в какой-то момент, если это чистый нарцисс, он все-таки, соответственно, уступает паранояльному в этом плане. То есть, он не будет до конца дожимать ту ситуацию, в которую он попал. Что касается бизнеса, каких-то именно тяжелых, конфликтных ситуаций, которые могут длиться годами, да, или какие-то судебные тяжбы, которые будут длиться годами, он будет стараться эту ситуацию закончить и выйти в комфортную для себя среду, в такую зону комфорта. И будет стараться минимум находиться в зоне дискомфорта. И может быть даже такая жизненная стратегия, она более продуктивна. Что касается, смотрите, конкуренции, если у них будет конкуренция не в бизнесе, а, допустим, за сердце какой-то дамы, то тут ситуация абсолютно противоположная. Дело в том, что паранояльный, в силу отсутствия понимания эмоций, да, то есть он несколько более эмоционально отрешен от этого социума, да, он где-то вот в своих целях, в своих задачах, он и к женщине к своей будет относиться так же. То есть он будет ее стараться учить чему-то, он будет, может быть, достаточно сильно на нее давить. И здесь не будет какой-то тепла какого-то, да, какой-то эмоции, какой-то вот дополнительной доброты. То есть он даже, может быть, своей холодностью будет заботиться о ней, да, ставя ее в какие-то, может быть, некомфортные для нее ситуации. То есть он, может быть, ее будет где-то даже воспитывать вот так вот своим давлением. То есть не очень такое приятное, на самом деле, для женщины нахождение вызывает общество паранояльного. То есть он не всегда может дать ей вот эту вот заботу, обеспечить вот этот вот комфортный для нее букетно-цветочный период, пока к нему она привыкает. Что же касается нарцисса, он полностью может обеспечить все вышепересказанные условия и конфетный букетный период, и тебе, пожалуйста, забот, ласка, любовь, и все, на что поведется девушка, да. Потом, конечно, он будет ей как-то манипулировать, еще что-то, но это все будет идти скрыто. Тогда как паранояльный изначально может очень сильно любить свою женщину, изначально он может быть к ней очень хорошо расположен, но то, как он будет с ней обращаться, это будет совершенно в корне не соответствовать какому-то пониманию обычной человеческой любви и так далее. То есть это будет какое-то холодное обращение и, соответственно, стремление вовлечь ее в свое мировоззрение и в свои какие-то вот эти вот цели долгоидущие. Поэтому, соответственно, паранояльный в отношениях с людьми, он зачастую очень сильно проигрывает в этом плане. То есть он не тот стратег, который может действительно от природы отдален какими-то такими психологическими способностями манипуляции. Он может этому научиться, но в своих личных отношениях особенно он, как правило, будет засыпать в этот момент, да, психологически расслабляться с ней и, соответственно, себя вести все равно не очень корректно по отношению к своей женщине, к своим близким. Это же будет касаться братьев, сестер, мам и так далее. Тогда как нарцисс может на определенные промежутки времени включать доброту, заботу, пускай это будет все напускное, но тем не менее. И вот в плане взаимоотношения с людьми нарцисс будет всегда выигрывать паранояльного. В плане отношений в коллективе нарцисс будет выигрывать паранояльного. А паранояльный, соответственно, будет выигрывать нарцисс в долгоидущих практических целях, которые, как правило, все же не касаются общения с людьми. Ну, надо не забывать, что все ситуации индивидуальны, и бывает, что паранояльные одарены очень хорошим ораторским искусством. И вот что касается коллектива, здесь они еще могут быть на равных с нарциссом, и даже где-то паранояльный может тоже победить, завоевать внимание общества, да, своей идеей, он умеет очень красиво, грамотно презентовать свои идеи. Но все, что касается взаимоотношений каких-то любовных, близких, здесь абсолютный проигрыш паранояльного. Поэтому, когда вы, грубо говоря, хотите сравнить, да, эффективность параноика и эффективность нарцисса, вы в первую очередь должны понять, какие задачи они выполняют, и с какими трудностями им придется сталкиваться. То есть, еще раз повторюсь, что нарцисс, когда долго сталкивается с какой-то трудностью, он не может выдерживать этого психологического напряжения. Если он один, если ему никто не помогает, он не будет очень долго терпеть какую-то ситуацию дискомфорта. И здесь он, как правило, и проигрывает психологически с паранояльным, да. Паранояльный может терпеть очень многое для достижения своей цели. Вот такой вот коротенечко ответ для вас, дорогие друзья. С вами был Медикал Фитнес, Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И я жду вас на своих консультациях по Скайпу, Вайберу и в любых удобных для вас мессенджерах. Да пребудет с вами здоровье!